МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Главное время местное. Сегодня в выпуске разговор по душам ветераны и молодежь, крещенское купание в этом году, а также небольшой дайджест вести из районов области и интересная информация. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быть патриотами России, помнить ее историю, строить будущее. Этому молодежь учат ветераны. В Миллерово Совет ветеранов войны и труда организовал встречу с курсантами автошколы. Будущие защитники Родины внимательно слушали рассказы о боях, о том, какой ценой досталась нам победа. Ведь совсем недавно Миллеровский район отметил 70-ю годовщину освобождения от фашизма. Подробности у наших коллег. Постоянный участник таких мероприятий ветеран Великой Отечественной войны Иван Кондратьевич Авдюгин. В 92 года он до мелочей помнит бой под Сталинградом, в котором получил тяжелое ранение. Последний день, когда пошли в бой, подбили самоходку, раздалили гнездо, минометно перевели машину. И в этот час снаряд ударил наш танк, танк вздрогнул. Меня тяжело ранен плечом. В Миллеровском районе 13 героев Советского Союза, в их числе и уроженец хутора Ивановка Павел Маркуца. О его подвиге курсантам напомнил заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда Алексей Бортников. Маркуца, летчик, получил один из первых в Ростовской области, пятым был Героем Советского Союза. Война начала с 22 июня 1941 года. А 22 июля на его груди уже засияла золотая звезда Героев Советского Союза и орден Ленина. Он погиб очень рано, в 34 года, защищая небо Ленинграда, в конце 1941 года. Ребят призывали помнить и о тех, кто не вернулся в родной дом из Афганистана и Чечни. В этот день курсанты смогли лично пообщаться с участниками этих событий. О том, что без прошлого нет будущего, молодежи говорили, приводя примеры своей жизни Владимир Петицкий, Александр Кирилляк, Василий Яковлевич Лаврухин. С января этого года в Ростовской области начал работу, созданной постановлением губернатора, Центр патриотического воспитания молодежи. Основными направлениями его деятельности будут координация поисковой работы, патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ростовской области. На обеспечение деятельности Центра из областного бюджета запланировано на 2014 год 8 миллионов рублей. Крещенские морозы крепчают, но придет весна и они забудутся. А вот купание в крещенский праздник оставит в душе светлое чувство. В Обливское в этом году на реке Чир, хотя и не было льда, но это не значит, что вода была очень теплой. Этого не испугались ни стар, ни млад. Надо было только верить. Телекомпания «Навигатор» продолжит тему. Мороз и солнце – день чудесный. Был дарован нам по молитвам обливских священнослужителей и их паствы. Господу помолимся. Все прописанные церковными канонами службы были соблюдены. В новичерие 17-го отслужены царские часы, в крещенский сочельник – литургия Иоанна Златоуста и Всеночная Бгения, а 19 января – в самый праздник крещения – отслужена литургия Василия Великого и молебен с водосвятием. В этот же день при большом стечении православных верующих состоялось освящение воды в реке Чир. Сегодня собралось много людей. И у всех праздничное, радостное настроение. И думаю, что Господь через их смелость к этому купанию даст им силы, здоровья и не спошлет свою божественную благодать. Именно к этому моменту на берегу собралось много желающих окунуться в ледяную Чирскую купель. Хотя кто-то успел уже занырнуть в речку после полуночи. Ночью здесь был свет, иллюминация, все дежурили, и все, раздевалку сделали. И вот вся моя семья, и мы уже много лет купаемся. Самые отчаянные смельчаки делали заплывы и ныряли с головой. Мороз им был нипочем. Помогал духовный настрой и вера в то, что крещенская вода чудесным образом оказывает только целебное воздействие. Надежда Перепелица, Михаил Космынин. Специально для Южного региона. В этом году в нашем регионе для крещенского купания на водоемах было оборудовано почти 100 мест. Для безопасности обряда всего у купелей области дежурили около 300 спасателей, а также полиции и работники скорой помощи. Но все прошло благополучно. В прошлом году в купании приняли участие почти 25 тысяч человек. Теперь в завершение выпуска небольшой дайджест новостей. Миллеровская детская библиотека представила своим читателям необычные мини-выставки. Речь идет о произведениях российских и зарубежных авторов, которые в этом году отметят юбилейные даты. Например, 160 лет исполнится любимой Тургеневской муму, малахитовой шкатулке Бажова 75, а пиковой даме Пушкина 180 лет. Бусы и пустой флакон из-под духов заменили сокровища хозяйки Медной горы, фарфоровая статуэтка собачки сыграла роль муму, а старая колода игральных карт напомнила суть произведения. Все это поможет, по мнению работников библиотеки, взять книги в руки и вспомнить забытые произведения. В канун Нового года жителям микрорайона Лиховского, Каменско-Шахтинского был сделан подарок. Открыта обновленная модульная амбулатория. Теперь в шаговой доступности есть не только специалисты, но и лаборатория с современным оборудованием, процедурный кабинет, скорая помощь, оснащенная жизненно важными медикаментами. Это было «Главное время местное». Программу вела Таисия Киргеева. Увидимся завтра. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова